Успешные боевые действия азербайджанских войск наносят не только серьезный материальный и кадровый урон, но и рушат целостность армянской армии, воюющей в Карабахе. После того, как азербайджанцы заняли стратегический населенный пункт Зангелан, они фактически перерезали основной сухопутный путь сообщения между Ираном и Арменией, что фактически исключает возможность снабжения армян через Иран, если последний все-таки решится на подобное. Также, как сообщает агентство Анадолу, вооруженные силы Армении при отступлении с оккупированных земель Азербайджана бросают на поле боя военную технику и боеприпасы, а часть техники, взятой в качестве трофея на поле боя, уже доставлена на военную базу вооруженных сил Азербайджана в Явлахском районе республики. Еще одна неудача постигла армянские войска во время использования беспилотников. Как сообщила пресс-служба Министерства обороны Азербайджана, 21 октября в обед подразделения ПВО Азербайджана обнаружили и уничтожили три тактических беспилотника вооруженных сил Армении. Два беспилотника уничтожили на Физулинском и еще один на Тертерском направлениях фронта. Также этим же утром силы Азербайджана сбили еще один беспилотник, выпущенный армянской стороной над Городизом. Другими словами, армяне несут значительные потери, но даже это не самое страшное для них, ведь все чаще доходит информация, что армянские войска утрачивают целостность в проведении, так сказать, общевойсковых боев. И они начинают действовать практически уже в формате полупартизанского сопротивления, устраивая засады на путях продвижения азербайджанской армии. Если это действительно так, а не доверять информации нет причин, то даже несмотря на некоторые локальные успехи подобной борьбы, переход от централизованного войскового командования к очаговой партизанщине, ну это не что иное, как разгром. При этом Азербайджан продолжает развивать свои успехи, а Пашинян паникует. Вообще складывается впечатление, что Пашинян теряет контроль, поскольку плачевная ситуация на фронте вынуждает его встречаться даже со своими политическими оппонентами в Армении, ну в частности с откровенно криптократическими и полностью подконтрольными России группировками Кочаряна и Сарксяна. Более того, Пашинян официально призвал народ к оружию и формированию добровольческих отрядов, подчеркнув, что Азербайджан не остановится ни перед чем, и его интересует полный контроль над Карабахом. Премьер-министр Армении призвал всех мэров армянских городов, глав администраций, органов местного самоуправления организовать процесс формирования добровольческих отрядов, которые будут переведены в распоряжение начальника главного штаба вооруженных сил Армении. Армения явно сдает позиции, и сил действующей армии уже недостаточно для сдерживания Азербайджана, который в ходе боев уничтожил 241 армянский танк, 39 танков взял в качестве трофея, вывел из строя 70 установок Град и 4 комплекса С-300. По самым скромным прикидкам, Армения уже потеряла в текущем конфликте 3 армейских бюджета, а это для такой небогатой страны сравни к катастрофе. А это означает, что ресурсы боеспособности истрачены на несколько лет вперед, а резерва нет никакого, и если Азербайджан предпримет еще несколько удачных рывков, то пиши пропало, поскольку армянское сопротивление в Карабахе попросту побежит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова